Новогодняя выставка от сообщества «Дмитровских мастериц» стала уже доброй традицией. На протяжении нескольких лет многие дмитровчане ждут с нетерпением этого события, так как именно здесь можно приобрести необыкновенные авторские новогодние подарки, ручную работу. Первый день зимы в зале Каворкинг-центра царила по-настоящему сказочная атмосфера. На торжественном открытии выставки наших рукодельниц поприветствовали и поблагодарили за организацию мероприятия заместитель главы администрации Дмитровского городского округа Ольга Машарова, президент ДМТПП Александр Терентьев и исполнительный директор Дмитровской торгово-промышленной палаты Денис Успехов. У нас сегодня в честь наступления зимы настоящей календарной в Дмитровской торгово-промышленной палате проходит вот такая вот ярмарка, выставка наших мастериц. И сегодня не только у нас мастерицы, у нас сегодня пришли и педагоги, которые самозанятые. Это случилось из-за тем, что произошло объединение двух комитетов, которые созданы в Дмитровской торгово-промышленной палате. Это комитет самозанятых и комитет ремесленников. Очень много у них вопросов пересекаются между собой, мы с ними тесно взаимосотрудничаем. И поэтому на одном из совместных заседаний было принято решение организовать вот такую замечательную выставку. В рамках новогодней выставки дмитровских мастериц традиционно проходят уроки рукоделия, творческие и обучающие мастер-классы, интерактивные занятия для детей и взрослых. Данная выставка подарков организована для оценителей авторских работ, для тех, кто не признает массовое производство. Мы сегодня как раз считали, сколько раз, сколько лет мы уже проводим такие выставки. И получается, 18-й год, 19-й год, 20-й мы пропускаем, 21-й и вот 22-й. То есть, если бы 20-й не пропустили, у нас бы уже 5 лет было, как мы проводим эти ярмарки, выставки. И несмотря на то, что вот за эти года у нас очень поменялась ситуация, мы теперь и в городских мероприятиях участвуем, то есть теперь наши торгово-промышленные палаты и наши администрации, они теперь с удовольствием приглашают наших мастеров, наших ремесленников, что очень приятно. И поэтому, несмотря на то, что у девчонок сейчас есть постоянное место продаж, где они представляют свои работы, все равно, когда бросили такой клич, что будем делать новогоднюю выставку, и они сказали, да, конечно, куда уже. И, конечно же, девчонки старались, готовились, и у нас теперь много появилось таких не просто новогодних изделий, но именно с отсылкой к любимому городу Дмитров. Среди представленного ассортимента можно было найти декоративные свечи, интерьерные венки, стильную керамику, скульптурную живопись, декор для дома из мозаики, аксессуары в технике макраме, матрешек, деревянные изделия, кукол, авторские игрушки из вяленой шерсти, украшения, выполненные по различных техниках. В сообществе мастерицы Дмитров я всего полгода, до этого я занималась рекламой и развитием социальных сетей, я работала с клиентами, но вот полгода назад я открыла для себя направление, как создание украшений, мне хотелось создать что-то необычное, чтобы оно было доступно каждому, и чтобы это мог носить человек, даже у которого аллергия на металлы, сплавы и так далее. Поэтому основная концепция моих изделий – это гипоаллергенный пластиковый гвозди, который не вызывает реакции, не окисляется, не ржавеет и позволяет носить изделие целый день. То есть главный девиз моего бренда «Собери» – это комфорт. На выставке также были представлены авторские работы из кожи и различные вязаные изделия. Светлана Белова и Елена Кашкарова изготовлением авторских работ занимались прямо во время выставки. Я вижу в основном шапочки, детские маленькие вещи на грудничков до года, снуды, варежки. Хочу, чтобы люди узнали о нас, о мастерицах Дмитрова, Дмитровского района, что мы много чего можем делать из качественной продукции. У нас свой магазин подарков и пряжи, но конкретно я специализируюсь на носочках навязанных. Специальная пряжа, с специальной обработкой. На самом деле очень большая широкая тема, но вообще для красоты, для дома, для подарков, носки – такая вещь нужная всегда. И дома, я повторяюсь, что подарочки детям, и бабушкам, и мамам, кому угодно, мужьям, кто на охоту ходит на рыбалку, обязательно нужно, прямо рекомендую, что шерсть теплая, ножки теплые. Вообще мой девиз такой – согрей ножки. Новогодняя выставка сообщества Дмитровских мастериц никогда не обходится без кондитерских изделий. Здесь были представлены и полезные сладкие изделия – зефиручные работы, конфеты и пряники. Алилия Сборош, студия Канельбекери, представила всеми любимые с детства – орешки и вафли с вареной сгущенкой. Почему я выбрала данную сферу? Потому что я люблю все домашнее. Люблю, чтобы рядышком была вся семья в сборе, и чтобы на чай пите присутствовала домашняя выпечка. И нам уже два года, как мы уже не покупаем из магазина выпечки, так как я уже и хлеб пеку сама, и куличи. На пасхальную ярмарку тоже участвовала с ними. А в основном я люблю орешки со сгущенкой и вафельные трубочки. На этот раз на выставке было представлено 49 мастеров из Дмитрова, Икши, Запрудни, Талда, Малобни и Долгопрудного. И тысячу один подарок со смыслом. Я нахожусь первый раз на этой выставке. Впечатления у меня потрясающие. Я не ожидала, что это так масштабно, что столько девочек, что столько мастеров, что столько разных направлений. Я еще даже со всеми не познакомилась, не все рассмотрела. Очень масштабное мероприятие. Здесь все нравится. Мастерицы такие талантливые, такие умнички в каждом своем направлении. Начиная от игрушек и заканчивая, например, с чаями. Разные все индивидуальные, все выбирают по душе и по настроению, я так думаю. Я поддерживаю таких мероприятий, мне нравятся такие мероприятия. Я всегда посмотрела на других девочек из других областей, мне нравилось. И потом узнала, что у нас в Дмитрове тоже есть такие мероприятия. Я тоже хотела поучаствовать и присоединиться к девочкам. Традиционно в рамках выставки была проведена новогодняя лотерея. Выставка проходила с 11 до 16 часов. Время пролетело незаметно. Море впечатлений, сюрпризов, большой заряд прекрасного новогоднего настроения был обеспечен для всех участников мероприятия. Теперь мастерицы начнут готовиться к следующей выставке, которая пройдет традиционно в преддверии Международного женского дня.